Нижегородская строительная академия стала местом преступления. Декан гуманитарно-художественного факультета попался на взятки. По материалам дела Юрий Лебедев за 15 тысяч рублей допустил госэкзамен у студента, который задолжал и обязал коллег также поставить ему отлично. В зале суда он рассказывал о своих заслугах и регалиях, которым теперь прибавился еще и статус подсудимого. Я академик, лауреат двух государственных премий. Я на свои деньги командирую ежемесячно в Европу своих людей. Я вложился своим коллективом в 80 миллионов рублей в создание этого факультета. Мне эти 15 тысяч рублей, дочка. Смешно. И самое главное, 27 числа первые лица государства нам вручают лауреатские премии. И через неделю начинается вот это поделимое. Согласно действующему российскому законодательству, студент, имеющий ограниченное задолжение, с ним может быть допущен для сдачи государственного экзамена итогового. Тем не менее, потерпевшая была допущена до сдачи данного экзамена и сдала на него на отлично. Нам было сказано сверху, что ее, ну в общем сказали, что ее надо защищать. И поэтому нам раздали вот эти листочки, где задолженность. Ну и в принципе я даже дату не сдала. Я просто расписалась, дата там уже стояла. То есть получается я задним числом поставила ей вот эту оценку за экзамен. Хотя на самом деле она ничего не сдавала. У меня был срочный звонок, что надо немедленно приехать в институт и поставить ей зачет задним числом, будто бы она зачет сдавала. Будут у нас очень большие неприятности, если я этот зачет не поставлю. Как же она возле помощи получила задолженность? Законно это? Незаконно. Взятки-то не было. Какая это взятка? Я взял для того, чтобы передать экономистам. И экономист уже подготовил договор. Я ни в чем не виновен. Вообще ни в чем не виновен.